Привет, друзья! С вами Диодант, и сегодня у нас пятая серия похождения крестоносцев на Святой Земле. Что мы сделали в предыдущей серии? Мы с вами наконец-таки захватили Акру, и вот здесь у нас погибло 4 египетских военачальника. Я сейчас извиняюсь, я звук сделаю чуть потише. Кстати, свои наушники сломал, случайно наступил на них. Ну, в общем, посмотрим, что теперь будем творить. Мы видим, что у нас тут египетский генерал появился с тремя отрядами сипахов. Ну вот, можно попробовать его уничтожить, но я этого делать не буду. Я, наверное, лучше найму еще парочку отрядов на всякий пожарный, и на этой теме я забуду. В Антиохе что у нас творится? В Антиохе давайте построим... Что-то я совсем заговариваюсь. Давайте построим хлебный рынок. В Тартозе, в Тартозе что у нас? В Тартозе ничего строить не будем, а в Дамаске... А в Дамаске строится плац потихонечку. Ну и в Акре надо бы... В общем-то игра у меня подвисает. В Акре построим часовинку. Завершаем 43-й ход. Посмотрим, как турки у нас поступят в Алеппо. Если они его захватят, то, соответственно, мы тоже нападем на них. И тогда у нас уже будет 6 городов. И это довольно-таки неплохо. Я также поиграл немножко за Сицилию, поэтому после того, как я запишу Хроники Крестоносца, ну когда закончу их записывать, возможно, будет тоже серия роликов по Media 2 Total War под названием Сицилийская мафия. Что-то у меня вообще сегодня не то с голосом. И в чем суть? То, что мы не будем абсолютно ни с кем воевать. То есть не будем воевать ни с Венецией, ни с Папой Римским. Однако у нас будет огромное просто влияние в Европе. По двум простым причинам. У нас очень много убийц, очень много лазутчиков, принцесс, хорошие послы. Ну и в общем спокойно можем влиять на всю политическую обстановку в Европе. И это тоже довольно-таки так интересно получилось. Я так немножко поиграл, попробовал покомментировать, но, разумеется, не записывал. И мне даже понравилось. Ну что ж, у нас вот заканчивается наш 43-й ход. И там я не буду начинать, то есть с самого начала играть, ну прям с нуля. Там будет игра где-то примерно хода тоже 40-го или 50-го. Потому что я уже так немножко прокачал свои провинции, своих убийц, своих шпионов. И что интереснее, там можно будет ставить различных полководцев в города и смотреть, как они будут развиваться. То есть сами полководцы, какие у них появятся качества и тому подобное. И, собственно, за это я и люблю Медиал 2 Тоталвар, за вот эту вот некоторую систему из Симс 2. То есть можно творить со своими полководцами, что ты хочешь. Завершается 43-й ход. У меня по-прежнему фигня непонятная с голосом. И турки отступают от Алеппы. У нас есть шанс, в принципе-то, захватить этот город. Наверное... Нет, наверное, я еще подожду. Все-таки хочется, чтобы турки туда пришли. Успехи алхимии, это нас не интересует. Так, что это такое? Буря? Это где у нас буря? А, ну буря это в Иерусалиме. Нас это не касается. Доклад. Отчет кардинала. Видите, у нас уже неплохая ситуация по доходам и расходам. В Акрис что мы делаем? В Акрис строится часовенка, поэтому отправляем сюда кардинала. Католицизма все-таки очень мало. Так, наш купец. Ну, наш купец абсолютно бестолковый. В Тартузе что мы сделаем? В Тартузе пока что только два отряда с бесплатным наймом. Игра опять подвисла. Что сделать? В Антиохии строится потихонечку рынок. В Адане ничего не строится. И в Дамаске. В Дамаске копеечки по-прежнему сидят. У нас нет свободных членов семьи, интересно? Нет, у нас вообще полнейший дефицит наших товарищей. Всего лишь три члена семьи у нас здоровых. И это плохо. Но вот скоро вот этот товарищ, хотя нет, не скоро. У него возраст всего три. Видите, понарожали кучу баб. Их девать некуда. Что с ними делать, я не понимаю абсолютно. Объединяем пока что войска. Этих мы распускаем. Госпитальеров тоже объединяем. И второй отряд распускаем. В Акре надо бы нанять еще несколько отрядов. Но посмотрим. Пока что у нас такой определенной угрозы нету. То есть единственное, что я шпиона сюда пошлю, чтобы не было неожиданного нападения. Видим, что сицилийцы не остановились на достигнутом и решили захватить Кирак. Так, я сицилий их поддерживаю, потому что если они это сделают, то я буду отгорожен от египетских войск. И, собственно, это мне только на руку идет. Можно попробовать поговорить с египетским послом. Только вот где наш посол, я не вижу. На, вот он. Ну что, попробуем вопросить перемирия у турков. Я не знаю даже, согласятся они или нет. Конечно же нет. Ну ладно, завершаем срок четвертый ход. Также я скачал Сюган-2 Тоталвар. Точнее не скачал, купил, пошел в магазин, установил его. Весил он 15 гигабайт. И потом Steam мне предложил скачивать еще 10 гигов. Я думаю, ну нифига себе, это что? Сколько у меня будет качаться-то? Ну, в общем, качалось все это добро примерно один день. Поэтому я ролики не выпускал. Ну, то есть, чтобы не перебивать загрузку. И игра у меня не запустилась. Точнее, она запустилась, но потом она зависала на первых роликах. Ну, то есть, комп у меня слишком слабенький. Поэтому ничего о Сюган-2 Тоталвар я вам, к сожалению, сказать не могу. Хотя многие его так нахваливают. Но вот, вы знаете, я уже немножко... Ого-го-го-го. Я уже немножко потерял интерес к серии Тоталвар. В смысле, вот к последним... К последним играм, таким как Empire Total War, Сюган-2 Тоталвар, и вот причины я, наверное, объясню уже во время следующей загрузки. То есть, когда 45-й ход закончится, я вам расскажу, почему мне Empire Total War не понравился. Ну что ж, завершается, наконец-таки, загрузка. Совсем немного осталось. Кстати, когда за Сицилию играл, я там просто Папу Римского каждый ход убивал. И новые выборы постоянно были. Но потом какой-то сильный Папа Римский сел, ему было 28 лет, представляете, да? Папа Римский в 28 лет, ё-моё. Итак, турки у нас подошли к границе. Опять девку родили, блин, задолбали. Сколько можно уже? Неужели женщину будут воевать, да? Это ж глупо. Так, и нам придётся посылать подкрепление в вода, но поскольку дело пахнет жареным. И возможно, что мы попадём с вами под осаду. Да, у нас тут турецкий убийца. Ну, в общем-то, не особо он и толковый, то есть почти бестолковый товарищ. Поэтому особой такой паники я не испытываю. В Тартозе что у нас? В Тартозе... В Тартозе можно построить конюшни, но делать этого я не буду. Тут у нас какой-то отряд появился. Это копейщики. Ну, в Акре наймём, кого наймём? Никого не можем нанимать. Надо построить казармы гарнизона, и далее уже посмотрим. Осталось тут до следующего уровня всего полторы тысячи человек, поэтому сейчас необходимо повышать нам сельское хозяйство. Население, видите, как растёт хорошо? Влиятельность на месте к целых 2%. Хотя вот можно отправить его в Тартозу, да? Хотя Тартозе очень долго ждать тоже. Да, 3500. Думаю, что Акра будет нашим главным таким форпостом. Ну, Тартозе уже как дополнительный, как ещё сказать. Собственно, здесь мы распускаем ветеранов-копейщиков, нам они не нужны. В Акре нанимаем ещё одного священника. Ну, слушайте, какой у нас прекрасный генерал, да? Просто влиятельность прокачанная, благочестие, благородство. Ну, генерал не самый лучший, но тем не менее. В Антиохе что у нас? Нанимаются войска потихонечку. Ждём, пока турки захватят Алеппо, и уже пойдём бить турок. Турецкая армия какая у нас? Надо посмотреть хотя бы немножко так. В основном лучники. Да, это интересно. А была бы у меня конница, опять-таки, проблем с этими лучниками не возникло бы. Так, ну и, собственно, почему я Empire Total War не люблю? Ну, просто я не так сильно её ждал-то, в принципе. Потому как где-то года за два до Medial 2 Total War, я помню, вышла игрушка Imperial Glory. Наверняка кто-то помнит. И, в общем, это был как клон серии Total War, только пиф-паф, ой-ой-ой. Ну и, короче, я поиграл в него, там, пострелял. И понял, что вот мне как-то неохота видеть в серии Total War вот эту вот эпоху, когда наполеоновские войны, ну, в общем, когда огнестрельное оружие рулило. Ну, потом вышел Empire Total War, и я, разумеется, скупил его. Ну, такого вот особого... Да, турки осаждают. Особого восторга я не испытывал от этой игры. Во-первых, потому что там сильно они замудрились с экономической составляющей, с научной составляющей, в общем, сделали цивилизацию какую-то. Ну и мне это просто... Нафиг мне нужны эти исследования, там, копаться с эмпиризмом, полем сего оборота, что-то ещё. Я хочу воевать. Мне нужны только битвы. Ну и социальные составляющие, которые были в Empire Total War, ну, просто ужасны. Во-вторых, не исправили основные такие баги игры на поле боя. То есть войска тупили по-прежнему. Ну, конницы вообще ужасны. Как двигалась конница, это меня просто убило. Они, знаете, как роботы. Ну, как можно так вот все прям синхронно стартуют, да? Ну, это же бред. Вот в Media 2 Total War, когда конница стартует, кто-то там вперёд вырывается, кто-то, наоборот, отстаёт. И это... Ты понимаешь то, что это живые люди, то есть... В Empire Total War такого не было, и... Поэтому, собственно, мне они не понравились. Кто нас осаждает-то? Лучники, сипахи, оболчение с копьями, да. И сейчас у нас каждый днём... Извиняюсь, будут слабеть наши войска. Что делать? Выходите и срабатывайте! Можно попробовать дать бой. Можно попробовать подкупить, но это навряд ли. Да, неуверенный отказ. Да, да, смерть врагам Франции кричат. Слышите, да? Это баг серии... Точнее, мода Стейнли Стил, именно вот эта вот версия. Ой, ну если я потеряю этот город, то мне будет очень плохо. Очень и очень плохо. Что поделать? Так, надо бы потом помочь нам сица. Синийцам, поскольку у них тут могут быть проблемы. Ну потому как 97% ислама, это... Возможно, бунты и всякие различные неприятные. Так, здесь мы строим общинное поле. В Тартозе ничего не строим в Антиохии. В Антиохии пусть все так и останется. Ну что, попробуем дать битву? Я вот даже не знаю. Давайте сохранимся, что ли? Сохранимся мы на храм 1. Ну пойдемте в бой. Что еще сделать-то? Хотя, блин, учитывая, сколько у них там лучников. Да, 6 ходов. 6 ходов это плохо. Так, посмотрим, какие войска. Какая-то пульта и куча лучников. Ну что? Да, давайте в бой. Все-таки, когда через 6 ходов от нашей армии останется примерно половина, и мы уже будем абсолютно непоиспособны. Опять-таки, я не уверен, что я выиграю эту битву. Поскольку конницы нету. И, собственно, там в Empire Total War роль конницы намного ослабла. Потому что вот несется на тебя конница, ты поставил просто один отряд стрелков, они дали залп, и половины отряда конницы нет. Также в Empire Total War сильно возросла роль артиллерии. То есть она просто выкашила всех подряд. Единственное, что мне вот понравилось в Total War, в Empire Total War, это морские битвы. Итак, что мы видим? Да, лучников просто тьма тьмущая. Невероятная тьма. Как мы будем отсюда выходить, я не особо-то и понимаю. Так, ну первыми я отправлю просто мясо какое-нибудь. То есть нормальные войска я отправлю вторыми. Поэтому делаем так, так, так. Ой, нет, не так. Так. Опять говорю слово так, да. Где у нас еще отряды? В принципе-то нигде нет. Ладно, начинаем битву. Сейчас пока они отходят, у нас есть шанс вырваться вперед, то есть выйти из замка, поэтому чем мы, собственно, и займемся. И по ходу я отправляю также второй отряд. То есть пусть они тоже в одну линию строятся. Строим их так. И, наконец-таки, благородных копейщиков, самых сильных. А давайте-ка моего генерала нашего вытащим. Пусть он будет гонять товарищей египетских лучников. И главная его цель-то сейчас уничтожить катапульту, поскольку, ну, катапульта может нам сделать очень сильно бубой. Я вот не знаю, почему мои воска все время так вот подсвечиваются белым. Это меня самого раздражает, если честно. Ну и вас тоже, скорее всего. Итак, сколько там уже серии-то... Ого, уже 15 минут серия записывается. Нифига себе. Интересно. Ну, то есть надо мне как-то так рассчитывать, чтобы битва особо не затягивала серию, потому что иначе это будет очень плохо. Да, игра мне по-прежнему лагает очень сильно. Я думаю, осенью куплю себе новый компьютер. Надеюсь, что куплю, если денег хватит. Но пока что только ожидаю. Вот тут вот у нас столпотворение. Сюда бы попасть катапультой, да? Я также вот поиграл за Русь немножечко. Попробовал штурмовать замок. Это просто такой геморрой. Ужасный геморрой штурмовать Русью замок. Итак, сейчас вот, собственно, пройдет первое столкновение. И катапультих она. Да. И сразу же отступаем. Отступаем, иначе у нас здесь сейчас просто перестреляет. Поэтому нам самое главное это было выбить... Выбить вот этих вот солдат. И сразу же отводим товарищей конников. Да, два человека погибли. Это плохо очень. Но я вот не знаю, сможем ли вообще победить эту... Этих турок чертовых. Скорее всего, нет. Ну, это если я так говорю, потому что... Надейся на худшее, готовься к лучшему. Точнее, наоборот. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Ладно, отправляем второй раз чертжевать турецких лучников. И потихонечку наши копейщики переходят в атаку. Да, у нас тут еще один отряд. Поэтому сразу же в бой отправляются. Да, просто куча турецких лучников. Собственно-то, тут все зависит от того, кто будет быстрее. Вот сейчас опять пройдет столкновение. Да, отлично. Просто всех выкашивает. Эта конница здесь настолько стала мощной. Она уничтожает все и вся. Это такой аналог танков, вы знаете. Копейщиков переводим опять-таки вперед. Ну вот, один конник упал. И уничтожает, смотрите, почти весь отряд покосили, да? Насколько вот сильная конница. Копейщики у нас потихонечку растягиваются. Это очень плохо. И вот второй раз атакуем лучников. Или это не лучники, бля? Да, лучники. И сразу же отводим. Видите, какие большие потери? Просто огромные потери. Это ужас. Мы уничтожили 9% врагов. Потеряли только 2. Ну, удача пока что не на нашей стороне. Скажем так. Второй раз отправляем атаковать лучников. Так, копейщики у нас куда-то не туда побежали. Кстати, здесь вот в этом моде как-то криво. Вот издалека конница смотрится. Она мне напоминает даже вот первый медиал. Тоталвар. Потому что там конница двигалась именно вот так. И сейчас у нас есть шанс. Вы знаете, я могу ударить во фланг. Так, эти пусть гоняются пока что. И мы сходу атакуем. И ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И ветераны копейщиков убегают просто-напросто. Они просто так в лоб столкнулись. Я не знаю даже, как они могли так. Вот сейчас у нас есть шанс. Если мы разве... Тьфу, разовьём. Разовьём панику. У турок. То у нас всё получится. Поэтому атакуем. Также нажимаем на общий сбор. Ну, посмотрим. Сейчас должна начаться паника. Но вот видите, чардж не совсем получился. Поэтому сразу же отводим наши войска. Чтобы не было никаких проблем. В принципе, давайте-ка я как сделаю. Так, нет, не то. Я изображение ещё чуть понижу. Детализацию эффектов низкую. Ну, то есть, я-то вам не показываю. Я не показываю битву именно в ближнем бою. Вы можете это посмотреть сами, когда вот скачаете мод. Я вам также расскажу, где его скачать. Потому что очень многие спрашивали. Ну, вот видите, у меня комп слабенький. И я не могу просто вам все прелести игры показать, как говорится. Так, генерал наш куда-то не туда абсолютно забрёл. Поэтому отводим его. Так, давай быстрее отводись. Так, колеблются, рьянные, стойкие. Да, поражение, похоже, неименуемо. У турок шансы у нас есть. Шанс есть, но очень маленький. Игра просто вся лагает. Я... Мне очень трудно следить за ходом боя. И вот я за что не люблю серию Total War. За то, что вот нету такой функции, как натиск. Я уже говорил. То есть, я нажимаю вперёд. Они сейчас будут отходить и тупить, да? Ну вот за это вот... За это я не люблю серию. Поскольку сколько уже игр-то вышло, никак не могут пофиксить эту фигню. Войска топчутся на месте постоянно. Ну вот, у нас бегущий отряд никак не может вырваться из... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это плохо. Бежать начинают все. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж такое? Да, судя по всему, проиграем эту битву. У меня даже нога затекла от волнения. Куда же вы бежите-то, псы подзаборные? Слушайте, 123 человек. Отряд почти полный. Как вы можете бежать? Ой-ёй-ёй, трусы, трусы. Позор вам. Ну что ж, поражения тоже бывают, как сказать. Была бы конница. Надо было нанять отряд госпитальеров в Антиухе. Тогда были бы шансы. А так... И у нас вот кто-то там одумался, да? Ну вот, к сожалению, слишком далеко. А нет, стоите прямо там. По-прежнему пробуем долбать товарищей турок в тыл. Иных вариантов я не вижу, поскольку здесь у нас никаких абсолютно вариантов. Потеряли 39% войск, уничтожили 54%. И вот видим, что турки начинают бежать. Да, начинают бежать. Отлично, у нас есть шанс, товарищи. Поэтому отправляем конница опять вперед. Вперед догонять. Догонять и развивать атаку. Развивать наступление. Это для нас небольшой шанс. Вперед. Если у нас получится развить эту атаку, то будет просто замечательно. Конница догоняет и захватывает пленных. Сейчас попробуем сюда долбануть. Может быть тоже побегут. Хотя... Благородные копейщики уже практически все погибли. По-моему, вот с эпохи они чуть-чуть получше, чем наши копьеносцы. То есть у турок преимущество по качеству, как обычно. Так, товарищи, давайте-ка вы сюда встанете в тыл. И конницу атакуем. Атакуем конницей в тыл. У меня пока что плохой скилл комментирования именно битв. Надо его немножко потренировать. Ну то есть... У меня это пока что очень фигово получается. Вот опять ударили в тыл, но турки стоят насмерть. Хотя и пошатнувшиеся, видите, уже насмерть начинают стоять. То есть возможно, что они... Да, турки бегут. Отправляем конницу догонять товарищей. Да, 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 да. Турки побежали. Наши тоже бегут постепенно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, ребят, ребят, ну что же вы так? Мы же почти выиграли битву. Ну вот видите, какая битва сложная. Так, вы догоняйте вот этих турецких лучников. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Бегут, бегут, все бегут. А где ещё у нас турки-то остались? Да, вот тут они стоят просто насмерть. Ай-яй-яй-яй-ёй. Наши тоже бегут. Это очень плохо. Ну что ж такое? Ну вот как так? Как так можно? Ну, ребят, ну... Ёлки-моталки, трусы, чёртовы. Ладно, собираем войска вместе. У нас есть ещё шансы. Да, конечно, нужен. Блин, балбесы не могли, что ли, потерпеть немного? Ёлки-моталки. Всю армию уничтожили вражескую, а они тут бежать собрались. Ну, что ж такое? Так, вы атакуйте. Потихонечку разгоняю турецких лучников. Полководец бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Да, вражеский полководец бежал. Ну вот, догонять его или нет... Блин, никто там не остановился? Чёртовы трусы. И кто-то там по нам стреляет, да? 46 турецких лучников. Ладно, товарищи, вы сюда бегите. Ну вот, блин, все бегут просто. Все бегут. Трусы. Что я могу сказать? Трусы. И сейчас уже тут вопрос в том, кто первый дрогнет. Если дрогнем мы, то нам хана полнейшая. Если дрогнут они, то мы выиграем. Вопрос очень простой. Ну вот, самое главное, это чарж прямо в спину ударяем. Да, прямо в спину. Жалко, что полководец у нас фиговый. Был бы полководец получше, мы бы выиграли. Ну да. Да-да-да. Ещё один отряд убегает. Да, битву мы проиграли. Однако, проиграли мы её с достоинством, как говорится. Не самая плохая битва. И попробуем ещё турецких лучников убить. Жалко вот то, что те пленные, которых мы захватили, они вернутся в строй. И мы не сможем ничего с ними сделать. Ну что ж, атакуем последний раз турецких лучников. И битву пора бы уже завершать потихонечку. Хотя, нет, вот кто-то одумался. Блин, вот сейчас они будут прямо до центра города бежать. Ой, ладно, отводим полководца. Так, вы давайте ещё тут попробуйте атаковать. Где у нас вражеские войска? Давайте ещё раз сипахов ударим. О, у нас даже подкрепления появились. Ну что ж, шансы есть. Битва такая вот очень затянутая. Но видите, когда нету конницы, битвы не самые динамичные. К сожалению. Но надеюсь, что вам нравится. Многие писали, что им нравится. Поэтому я только рад. Полководца отводим. Нам вот сейчас только не хватало ещё смерти полководца, да? Это было вообще ужасно. Да, и какой-то отряд турок бежит. Но там всего два человека. Так, вы пусть отправляетесь догонять. И этих ребят сюда. Ход битвы изменился в нашу пользу, ребят. Это вообще просто парадокс. Он такой кривой и искусственный телег. Да, догоняем турок. Я всех казню, если что. Ну потому что это ужасная битва. Ну что ж, битву выиграли. Чё ещё могу сказать. Турки бегут. Отправляйтесь догонять. Не хватало нам ещё, чтобы они очухались. Тогда будет совсем беда. Эти товарищи убегают. Да, эти убегают. Ну всё, битва выиграна. Таким вот очень странным способом. Да, у нас там ещё один отряд ведёт стрельбу. Ну шестью человеками атаковать это очень глупо. То есть они просто разобьются. Пусть пока что продолжают гонять трецких лучников и сипахов. А вот копейщики, они уже попробуют атаковать. Да, ещё один отряд куда отправим? Да, уже никого не осталось-то. Тут ещё один отряд. Уфтью, один отряд. Один человек вообще остался. Трецких лучников. Очень странный товарищ. Ладно, сейчас копейщики наши попробуют. Уже сбить с толку этот отряд. Ну, отправить полковаться или нет. Я думаю, что он получит просто героя, если выиграет эту битву. Героя Российской Федерации, да? И там ещё один отряд убегает, да? Да, убегает. Ну, сейчас столкновение произойдёт. Да, победа. Хотя нет, я ещё захвачу парочку отрядов. Точнее, не парочку отрядов, а людей, чтобы... У турок не было теперь соблазна возвращаться на наши земли. Извиняюсь, я опять отвлёкся. И серия как раз подходит к концу. Очень странно. Ладно, захватываем в плен турецких лучников. То есть, игру я, так сказать, смакую. Я не стараюсь пройти её очень быстро. Хотя я могу запросто врубить такой чардж-мод и начать крушить и валить всех. Нет, я люблю посмаковать, поиграть, покайфовать. Итак, безоговорочная победа. Нас было 1700, их было 2200. Всех я, разумеется, буду казнить. Да, такая вот у нас славная победа. Сейчас главное сохраниться. Итак, давай-давай-давай, загружайся. Сегодня у меня опять были такие проблемы с голосом. Ну, как обычно, вначале я лажаю, да? Давай-давай, родная, загружайся. Ну... Ну... Итак, казним, разумеется. Всё, слава богу. Сейчас её, скорее всего, ранили, да? Нет, многобещающий командир, ветеран, отлично, сохраняемся. Ну что ж, с вами был Диодант. Это была пятая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч.